Его дедушка был один из четырех, которые похоронили Усмана. Третьего правителя. Мусульман, халифу. Усмана. Его дедушка был один из четырех, кто его мыл тело, кто его заворачивал в саван, в кафе, и кто хоронил его. И также он был из тех, которые записывал мусхаф. Именно вот этот Кур'ан в книгу во время Усмана. Дедушка Малика бин Аняса. Также Умар бин Абдул-Азиз, он часто с ним советовался, с его дедушкой в вопросах шариата. То есть был великий ученый, его дедушка. Его прадедушка Аб Амир, он был сподвижником пророка Мухаммада и участвовал на всех сражениях с посланником Аллаха, кроме Бадра. Маму звали Алия бин Тушарик. У него были дети Абдулла, Яхья, Мухаммад, Хаммад и одна дочь, которую звали Фатима. Родился имам Малик в городе Медина. В Медине пророка Мухаммада. Но также есть версия, что он не в самом городе, а в деревне, в долине, в селе, которое называется… Называется деревня Зульмарва. Это неподалеку от Медины, которая расположена от Тайма и Хайбр. То есть в одном из сел города Медины. То есть он воспитывался в том доме, где его отец, его дед, его близкие. Они именно занимались хадисами. Собирали хадисы от пророка Мухаммада . Если у Абу Ханифи, у него все были торговцами, то и у Ман-Налик все были учеными в семье.